Ребятки, всем привет! Мы... Такое просто у нас приключение было с самого утра. Мы съездили, Серёжа кровь нужно было сдать. Мне в женскую консультацию нужно принести его анализ на ВИЧ. Вот, и мы съездили в платную, сдали, чтобы быстренько всё приготовили. Через два дня должен быть результат. Вот, и заодно мы с Сёмой поехали прогуляться. Это была просто ошибка, потому что на улице такая жара. Я вспомнила, почему я не выхожу уже в первую половину дня до Сёмкиного сна, потому что реально прям очень тяжело. Я через силу шла. Серёжа там с коляской впереди бежали, я еле как-то мы их догоняла. Вот, но Сёмка немного погулял, потом мы зашли в аптеку, я забыла свой заказ. И, в общем-то, мы приехали домой. Сейчас я покушала, Сёмку уже уложила. И планирую начать разбирать вторсырьё, потому что опять накопилось, на балконе там лежит. Блин, так хочу, знаете, какие-нибудь красивые баки сделать, чтобы всё аккуратненько лежало, но пока руки до этого не доходят. Скорее всего, ещё долго не дойдут. Пока всё в пакетах просто лежит. Нужно разобрать и заказать вывоз. Вот, так как такси закажем, вывезем. Ну, всё. Ну, если, конечно, успею сегодня прибрать. В садике вроде пока всё хорошо. Ничего больше не писали. Наоборот, не писали, что будут принимать новых детей. Поэтому делаем выводы, что ветрянка не подтвердилась. Вот, и думаю, что в четверг, наверное, всё он выпишет. Но на самом деле не до конца уверена. Ну, он уже практически не кашляет, очень редко. Но я думаю насчёт того, что, может быть, выйти с понедельника. Потому что если он выйдет в четверг, опять четверг-пятницу сходит. Там, не знаю, в субботу, в воскресенье заболеет. И мы опять уйдём на две недели больничные. Опять адаптация прервётся. У меня, не знаю, попросить, чтобы в понедельник выписали его. Мы с Сёмкой вышли на прогулку. Вон, свой грузовичок давно не брал. Мне с той стороны идти? Давно грузовичок не брал. Вот сегодня попросил, верёвочку сделали. И пошли гулять. Вон, Сём, папа идёт сзади. Давай папу подождём. Ого, вот это поворот. Я уложила Сёму. И сейчас время уже 10. Обычно я в это время хочу просто уже добраться до кровати или спать. Но сегодня я просто сижу возле открытого шкафчика. И думаю, что бы расхламить. Короче, что-то на меня резко напала мысль о расхламлении. И я думаю, от чего бы нужно избавиться. Что нам не нужно уже. Потому что, ну, вот такое вот у меня желание. Люблю расхламляться. Обожаю иметь минимум вещей. Поэтому сейчас сижу, смотрю. На самом деле скоро пойду в душ. Потому что завтра Сёмка по-любому станет рано. Он сразу начнет бежать. А мне хочется полежать. В общем, поспать и отдыхать, конечно же, нужно. Но пока вот у меня есть такое желание. Я села посмотреть на вещи, которые нам не нужны. Я ещё, кстати, заказала эко-такси. Оно, не знаю, когда приедет. Я там просто указываю некоторые даты, в которые я свободно указываю время. И потом со мной связываются родители этого эко-такси. Да, я плачу за то, чтобы вывезти мусор на переработку. Но для меня это, не знаю, как хобби, занятие, от которого я получала удовольствие. Да, я за это плачу, чтобы они приехали, вывезли. Но я также поддерживаю проект, который мне нравится. Потому что они занимаются у нас... Ну, кому интересно, можете посмотреть в Тюмени Круговорот. Называется. Они какие-нибудь мероприятия устраивают. То рассказывают про сортировку, про переработку. Они также набирают волонтёров. И вот у них есть станция сортировочная. Называется, куда вот, собственно говоря, либо я раньше привозила в Турсырьё. Когда мы ещё в другом месте жили, она вообще была близко. Вот, я привозила либо, куда я периодически заказывала эко-такси, когда много всего накопится. И они также волонтёров ищут. Я бы очень хотела быть волонтёром. Но беременность, маленький ребёнок, пока мне этого сделать не дают. Поэтому, когда дети подрастут, я, наверное, вступлю всё-таки в это движение. Потому что так уже много лет, года три, наверное, я за ними наблюдаю. И получаю прям кайф от этого. Вот такие вот у меня странные, может быть, для кого-то кажутся этим увлечения, хобби. Но как есть. Серёжа иногда говорит, господи, зачем тебе это всё просто выкинь? А я не могу, мне совесть не позволяет, потому что я знаю, что это можно переработать. И у нас достаточно много чего уходит в переработку из нашей, собственно говоря, квартиры. И я не могу, блин, просто представить, что весь этот мусор где-то там на свалке разлагается. И просто без надобности валяется. И ещё даже приносит вред природе. Поэтому лучше, чтобы ещё слов дело. Вот, и ребят, конечно, нужно поддерживать. Ладно, я ещё чуть-чуть поищу что-нибудь интересненькое, чего можно избавиться и отправлюсь в кроватку. Влог, наверное, не закончу. Завтра опять день пропущу, будет без выпуска. Но особо я сегодня ничего не снимала, как вы видите, сил не было. Вот, поэтому будет влог за два дня. Ребятки, всем доброе утро. Мы с Сёмой проводили Серёжину работу. И сейчас занимаемся тем, что сняли наконец-таки с коляски... Ой, как они называются? Колёса. Да, сейчас будем их мыть. Помыла, корзину постирала. Блок я когда-то дня два-три назад, наверное, сделала. Помыла. И сейчас нужно будет ковёр ещё вот этот помыть, потому что у неё вон куча песка. Обувь хочу какую-то тут помыть какую-то. Ну, хотя тут нечего убирать, ладно. Короче, потихонечку занимаемся домашними делишками. И что-то я устала чуть-чуть, пока мыла корзину эту. Но осталось чуть-чуть коляску сложить на двор. Да, колёсики мы сейчас с тобой пойдём их мыть. Видишь, какие они грязные у нас. Да, но мы их пока не будем ставить. Потом Арсений родится, и мы поставим. Что-то у нас колёса немного спустили. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну-ка покажи ручки свои. Ух ты. Гога! Гога! Грязные, надо помыть. Ты что, блин? Ой, поможет мне тебя мыть, и коляску мыть, и колёса мыть. Короче, как всегда. Всё как всегда. Сёмка у меня проснулся. Мы с ним пришли в комнату к нему играть. Водичку пьёшь? Всё, он наслаждается водичкой. Я, наконец-таки, домыла коляску полностью. Сейчас там колёса ещё немного подсохнут. Серёжа будет выходной. Нужно будет в кладовку залезть. Потому что я заглянула, и там всё так далеко. И раз мы уже будем прогулочный блок подальше напихивать, нужно будет кроватку поближе к нам вытащить. Короче, там небольшую такую перестановку сделать, чтобы было всё поближе к нам. Кроватка там детская, коврик. Чё там ещё, сына? Горка для купания. Люлька, конечно же, от кроватки. Автокрест. Ну, в общем, вот эти вот все детские штучки, которые нам скоро пригодятся. Их нужно будет поближе сложить. Вот. И прогулочный блок подальше запихнуть. Ну, шасси, чтобы далеко не убирать. Короче, чтобы пока что здесь не лежало, но всё равно нужно перестановочку там небольшую сделать, чтобы потом далеко не лазить. Вот у Серёжи будет время на выходных. Думаю, мы этим займёмся. И пока коляска чистая, но стоит дома. Ещё я всё с этим кислородным отбеливателем хожу. Что-нибудь тут замочу, там замочу. Сейчас я замочила, точнее, ещё не замочила. Развела. Не знаю, получится или нет. Мне нужно кроссовки белые отмыть. Они прям по-жёлтые уже. Я их не мыла очень давно, потому что сейчас в других мне удобнее ходить. Вот. И подумала их засунуть. Но я развела сначала кипятком, потому что со шнурками замочила. И жду, когда вода остынет. И тогда я замочу и кроссовки тоже. Ну, чтобы в кипяток их не класть, а то облезу. Всё, он придумал себе сегодня такую игру, да? Попу не отобьёшь? Ты вечно что-то придумываешь. Что-нибудь да выдумаешь. Мы с Сёмкой пришли домой. Мы погуляли. Гуляли мы два с половиной часа. Это было жёстко. Но так как я не могу Сёму тащить на руках физически, потому что мы сейчас будем играть тяжело, то я гуляю прям до последнего, пока как-то не получится его, ой, кто-то уговорит. Вот, и мы так долго гуляли сегодня. Но, несмотря на это, я даже не устала, потому что я в основном сидела, Сёмка сам играл. Да, давай, они вот здесь, животные эти, в этой коробочке. Доставай. А, смотри, вот собака. На. Вот, и сейчас я разбираю здесь игрушки, потому что всё на кровать поднимали. Пылесос тут мыл, пока здесь не было. И уже через полчасика пойдём ложиться спать. Баба. 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 Ба-ран. Мама. Надо найти. Да. И ещё нам завтра сёмой с утра на приём. Восемь сорок у нас на приём будет. И я не знаю, выпишут его или нет. Везти его в четверг или нет. Короче, я думаю, надо этим всем. Потому что вообще-то в четверг мы собирались идти в аквапарк. С семьёй, наконец-таки. С Серёжными, родителями, с мамой. Моя мама точно поедет. Брат не знаю, папа не знаю. Но, короче, мы собирались провести такой семейный денёчек. А ещё у Серёжи будут. Представляете, я же вам говорила, что он берёт в октябре отпуск. И ещё у нас в сентябре. Ну, точнее, у него на работе в сентябре будут непредвиденные отпуски. Ну, как предвиденные, но не настолько длинные. Там с 1 по 17 сентября у него будет отпуск. Он поедет, кстати, отдыхать без нас. Один на неделю полетит даже. Вот, и у него выйдет 2 отпуска за 2 месяца, потому что в конце октября он возьмёт и в начале сентября. Папка у нас не будет работать. Будет почти. Ну, вот если он в начале сентября улетит. Нам ещё надо на фотосессию записаться и студию выбрать. Я вообще ещё даже не думала, в какую студию. Сейчас я уберу, сыночек. Ты хочешь, чтобы мама камеру свою убрала уже, да? Или ты хочешь поиграть этой штукой? Да. Давай откручу тебя. И насчёт фотосессии, я не знаю, она, походу, будет в середине сентября, потому что наш фотограф, она уезжает, и в начале сентября её не будет. Потом там Серёжа уедет тоже, не знаю, до 8-го, наверное, до 10-го, и уже потом будет фотосессия, скорее всего. Я не знаю, мне кажется, я уже таким колобком буду в этом сроке, точнее, в середине сентября, потому что там, по сути, вообще ничего до родов не останется. Я так посчитала. По идее, доношенный срок у меня уже с 11-го, там, октября, поэтому... Октябрь, сидим дома. Да, и просто ждём. Мама! Да, ладно, давай искать. Сейчас попрощаюсь с вами, потом всё моложу и пойду монтировать влог. Сейчас поиграем с тобой. Ой, маме, братика, раздавишь всё. Вот. Всё моложу, и потом пойду монтировать влог, загружать. И думаю, что в течение недели одной выйдет видео про сумку в роддом, потому что я уже всё полностью собрала. Ну, почти. И там документы остались, я вам только запишу, расскажу. И не знаю, когда смонтирую. Вообще, возможно, завтра смогут записать. Ну, это не факт. Ладно, ребятушки, увидимся с вами в следующем влоге. Всем люблю, целую, всем пока. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok